Вначале было слово, любимая фраза и название одной из статей основателя и руководителя Омского фониатрического центра Людмилы Дорониной, в котором за несколько десятилетий работы врачи вернули голос огромному количеству пациентов. Здесь помогают и знаменитым артистам, чьи автографы видят посетители на стендах в холле, и людям, работа которых не связана с нагрузками на голос. Кто-то обращается к фониаторам после операции, кто-то в результате сильного стресса. Причины самые разные. У нас уже отработана своя школа, своих профессионалов голоса мы не только наблюдаем, то есть все творческие организации, естественно, к нам прикреплены профессионалы голоса. Это профессионалы первой группы, это артисты, солисты, которым предъявляют особые требования к качеству голоса. Это вторая группа, это большая армия педагогов, воспитателей детских садов. Это третья группа профессионалов голоса, это администраторы, юристы, врачи, даже работники шумных цехов. То есть вот такие три основные большие группы профессионалов голоса, которых мы наблюдаем, диспансерно ведем, то есть проводим профилактическое лечение. Занимаемся лечением не только заболеваний голосового аппарата, но именно профилактикой. Людмиле Дорониной благодарные пациенты нередко посвящают стихи и песни. Соловей мой, соловей, голосистый соловей, 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 знакома с Людмилой Дорониной уже более 30 лет. Артистка уверена, голос – ее главный инструмент. И он постоянно должен быть в эксплуатации, шутит Ирина Трусова. Но усталость, не дай бог простуда, могут нарушить его звучание. Для людей, чей голос – хлеб, и вся жизнь – это катастрофа. Чуть что – сразу в центр к Дорониной. Врачебная планка настолько высока, что действительно она исцеляет, излечивает человека и дает советы. Все, чем можно помочь в данном случае голосовому аппарату человека, она все знает, она все умеет, она все расскажет и исцелит. Это потрясающе. Список достижений Людмилы Дорониной впечатляет. Создатель и руководитель фониатрического центра. Председатель Омского регионального отделения Российской общественной академии голоса. Создатель уникальной Омской фониатрической школы. Победитель конкурса «Лучший врач России». Развитию этого центра способствовала и Алла Пугачева. Примадонна даже приглашала Доронину работать в Москву. Но создание фониатрического центра стало для нее задачей номер один. И сегодня Омский центр, который действует на базе клинического медико-хирургического центра, по праву считают лучшим в стране. Этот центр стал доступнее. Там может оказаться любой амич, любой житель Омской области. Все те, кто испытывает проблемы с голосом, и не смогли решить свои вопросы нигде в других учреждениях, в том числе и в других городах страны. Это сложная специальность. Она требует уникальной аппаратуры. У нас эта техника есть. Правительство Омской области обеспечило такие возможности. И сегодня мы используем ее с максимальной эффективностью. Но самое главное, скажем так, наша драгоценность – это люди. Доктора, которые там работают, потому что этот опыт просто невозможно оценить. То есть подготовить такого специалиста за пять, за шесть лет сложно. Уходит десятилетие на то, чтобы доктор высочайшего уровня, как фониатор, состоялся. И мог в сложных случаях, когда опускаются руки у всех остальных врачей, помощь оказать. Совсем недавно мэтру отечественной фониатрии Людмиле Дорониной вручили сертификат члена Союза европейских фониаторов. И нет сомнений, количество важных документов и наград будет расти из года в год.